Яркое событие отечественной культуры. Выставка «Явление образа. Икона спас нерукотворный» Симона Ушакова из собрания Александра Де Диани открылась в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве. На выставке одной иконы побывала наша съемочная группа. Подписных произведений царского изографа Симона Ушакова, возглавлявшего иконописную мастерскую и оружейной палаты Московского Кремля, сохранилось большое число, но появление каждой ранее неизвестной работы – большое событие для отечественной культуры. В музейной коллекции нет произведений Симона Ушакова, но зато появилась возможность показать этот памятник широкой публике благодаря коллекционеру Александру Де Диани. У него осталось более 50 подписных произведений, все они высочайшего качества. Кроме того, это человек умный и это новатор в искусстве. То есть вот это все мы находим в его искусстве. Нет ни одной проходной иконы у Симона Ушакова. Каждая из них оказала влияние на современников и на последующий ход развития русской иконописи. Появление ранее неизвестной иконы, тем более такой, которая оказалась очень значимой для его творчества, этапной, это, конечно, очень большое событие. Представленный на выставке спас нерукотворный выделяется среди других икон мастера особым замыслом. Написанный в 1672 году образ не только предваряет многочисленные иконы на этот сюжет в творчестве художника, но и включает в себя ряд текстов, в том числе и стихотворных. В русской иконописи это первый пример использования стихотворных виршей. Он, с чем нужно, ввести сюда фрагменты из сказания о нерукотворном образе. Это тексты посланий от царя Авгаря, который послал художника к Христу, и Христа к Авгарю, когда он отправлял вот этот свой чудесный нерукотворный образ, отправлял вместе с художником. И здесь как раз очень дотошно все и говорится. Это два небольших текста, которые помогают нам понять, что произошло. И кроме того, он включил тексты, которые впервые вообще появляются в иконах. Это вирши, это стихотворные тексты, это стихи, которые прославляют образ спасания о нерукотворном, упоминаются там и царя Авгаря. Специалисты подчеркивают, иконы, написанные в период творческой зрелости художника, отличаются высочайшим профессионализмом исполнения и глубиной образной трактовки. У Симона Ушакова лик Христа на подобных иконах приближен к реальному лику. Там правильные пропорции, там изображаются такие детали, как веки, ресницы, слезник в углу глаза, блик на радужной оболочке глаза. То есть он делает образ Христа более такой, ну что ли, вычеловеченный. Но при этом он остается в рамках традиционной системы письма, потому что у него нет светотени. То, что мы видим, свет, исходящий от этого лик, он исходит изнутри. То есть это божественный свет, который, так сказать, эманирует сам Христос. На время работы выставки спас нерукотворный Симона Ушакова дополнил основную экспозицию музея. Для посетителей выставка открыта до 20 марта, вход на нее бесплатный.